Оказывается, многие музыгиниев вовсе не были красавицами. Когда Вольфган Камадей Моцарт объявил отцу о своей невесте, он упомянул, что она не слишком красива, но не безобразна, не отличается живостью ума и привыкла к плохой одежде. Правда, после столь блестящей презентации Моцарт так и не дождался благословения отца, но все равно женился. По воспоминаниям современников, Констанция была беспечной. Ленивый, бесхозяйственный, расточительный, легкомысленный и эгоистичный. И как она вообще посмела выйти замуж за такого гения? Дело в том, что жена подарила Моцарту нечто большее, чем чистый дом и выглаженные воротнички. Она вселила в его сердце радость. Вундеркинда, у которого отобрали детство, она окружила легкостью, играми, развлечениями. Девять лет совместной жизни супруги провели, как школьники на каникулах. Смеялись, придумывали милые шалости, гуляли по утрам, принимали гостей. Одним словом, радовались жизни, и в этой атмосфере праздника рождалась великая музыка. Они жили непосредством. Появляющиеся деньги сразу же тратили, а потом бедствовали. И когда не хватало дров, чтобы согреться, они танцевали. Безденежье Моцарта было поводом для шуток. Один из приятелей спросил его. «У тебя нет ни замка, ни конюшни, ни дорогостоящей любовницы, ни кучи детей. Куда же ты деваешь деньги, мой дорогой?» «Но у меня же есть жена Констанция. Она мой замок, мой табун породистых лошадей, моя любовница и куча детей. Вот так ответил композитор. Именно ей Моцарт посвящал нежные, полные любви письма. Вы заметите, что это письмо отличается от остальных. В нем есть структура, ритм и совершенно особенный темп. Если приглядеться, то за строчками можно разглядеть музыку».